Пробуждение Мы снова здесь у обрыва еще одного великого путешествия. Что если бы я сказал вам, что до нас существовала цивилизация с самыми передовыми технологиями, когда-либо разработанными? Они понимали, как работало наше плоское царство, и это было ключом к их инновациям. Что если я скажу вам, что с большей вероятностью наша истинная история как народа началась чуть более 200 лет назад? Вы бы снова подумали обо мне как о сумасшедшем? Неужели это звучит так же нелепо, как когда вы впервые услышали, что Земля плоская? Возможно. Поэтому мне нужно показать вам. То, что я надеюсь показать вам, является величайшим сокрытием всех времен. Это находится на одном уровне с гелиоцентрической ложью по своей грандиозности и оказывающей влияние на человечество. Я постараюсь вам показать это неотрывно от истинной природы нашего царства. Вы не сможете понять одно без другого. Мы не сможем тратить время впустую, потому что мы должны идти в поисках потерянного времени. По сути, это история об обмане. Это история окончания и начала смерти и возрождения. Пожалуйста, потерпите. Из-за обмана и лжи, лежащих в основе нашего исторического повествования, эту историю нельзя рассказывать линейно. Мы будем двигаться вперед и назад во времени, чтобы проявить то, что приблизит нас к истине. Также необходимо понимать, что и как большая часть современной науки, история как дисциплина была испорчена давным-давно. В лучшем случае, множество устоявшихся исторических выкладок всего лишь догадки, а в худшем согласованная ложь. Как лаконично выразился так называемый Наполеон, мы будем копаться в темноте, и ни один историк поможет нам. Мы одиноки в этом путешествии. Наше путешествие – это охота за вещами, спрятанными на виду. Изредка эти вещи будут становиться неудобными, но это необходимо. Слишком долго мы жили комфортной жизнью. А теперь давай запрыгивай и пристегнись. Чтобы понять наше место в этом мире, мы должны совершить немыслимое. Пришло время отправиться в путешествие назад в будущее. Наше путешествие начинается с самых неожиданных мест. Санкт-Петербург. Вход в Исаакиевский собор. В городе холодно. Раннее утро. Древние мифы рассеиваются с приближением солнца, а наши сапоги заляпаны грязью. 1860 год. Санкт-Петербург стоит царственно и гордо. Но его жителей нигде нет. Здесь тихо. Слишком тихо. Как нам говорят, население Санкт-Петербурга в 1860 году составляло 500 тысяч человек. И все же нет ни души. Где все? Длинная тень Александрийского столпа дает нам представление о времени, когда была сделана эта фотография. Длинные тени могут быть утром или вечером. Похоже, что это утро. Но никто еще не появился. Если мы проедем еще 400 миль до Москвы, то увидим то же самое. Пустые, тихие улочки. В Москве было приблизительно столько же населения, как и в Питере. Но где все? А что насчет остального мира примерно в то же время? Эдинбург, Шотландия. 1840 годы. Копенгаген, Дания. 1840 годы. Дрезден, Германия. 1860 годы. Рио, Бразилия. 1860 годы. Торонто, Канада. 1860 годы. Афины, Греция. 1860 годы. А потом Лондон. И, наконец, люди. Париж. Люди. Париж. Люди. Первая фотография, как нам сказали, была сделана в 1822 году. И искусство фотографии опирается на метод сопоставления и контраст, чтобы показать настроение. В этих старых фотографиях мы не найдем тех же современных приемов, которые современные фотографы внедряют в свое искусство. Мы скорее увидим естественные контрасты, которые так важны. Они являются центральными в навигации по нашей обманчивой истории. Если смотреть на историю 1860-х годов, то сразу бросается в глаза контраст между отсутствием населения и самими размерами этих городов. Даже в 19 веке Москва и Санкт-Петербург огромная инфраструктура, изображенная на фотографиях, могла вместить миллионы жителей. Но нам говорят, что там было 500 тысяч. Официальная информация декларирует линейное увеличение количества жителей, начиная с 1764 года. Многие здания, которые мы видим здесь, были построены за годы до того, как сделана эта фотография. Русские просто заранее это спланировали. И снова на этих фотографиях появляется новый контраст, более ошеломляющий между людьми и окружающей средой. Может быть это сокращение численности населения, или может быть это монохроматическая резкость черно-белой фотографии. Но они предоставляют нам то, где мы жили всю жизнь и никогда не обращали на это внимания. Это грандиозная, невозможная архитектура. Мы путешествуем по городам и странам, наблюдаем, учимся, слушаем. Нам рассказывают, как все происходило. И стоя перед сооружениями, такими как Триумхальная арка в Париже, мы можем воскликнуть, вау, как они это сделали. Но момент, неразрывно связанный с погружением в суету этой сцены, мешает нам по-настоящему осознать этот вопрос, стоя перед Триумхальной аркой, в то время как толпа фотографирует это на свои смартфоны и делает все это реальностью. Мы приходим к выводу, прежде чем нас оттолкнуть новые туристы. Но они должны были как-то это сделать, если я здесь и смотрю на это. Когда нас идеологически обрабатывают в школе, нам редко показывают старые фотографии великих городов, разбросанных по нашему плоскому царству. Возможно, не зря. Возможно, пока мы маринуемся на таких изображениях, представляющих свидетельство очень примитивного вегетарианского народа, рассыпанного вокруг, как кузнечики, в тени величественной, грандиозной, величайшей архитектуры, которую человек только мог бы себе представить. Мы действительно начинаем сомневаться, как они построили это. Триумфальная арка сделана из 37 тысяч кубических метров известняка. Они говорят, что на ее строительство ушло 12 лет в два периода. Это с 1806 года по 1814 и с 1832 по 1836. Как они транспортировали эту массу известняка? Теми же лошадями и машинами, что мы видим на фотографиях? Присмотритесь к четырем скульптурам, украшающим каждую из ее сторон. Посмотрите на сложность скульптур и узор орнамента, обрамляющего арку. Каждая секция повторяется без каких-либо отклонений и несоответствий. Первый настоящий электроинструмент был изобретен через 60 лет, после завершения строительства арки. Они говорят, что она рукотворна. И что это возможно? Посмотрите на потолок. Он безупречен. Трехмерные скульптурные розы с идеальной геометрической симметрией. Нюансы деталей, утонченность каждого лепестка и границы поперечного сечения. Продолжение следует... Продолжение следует...